А мы сейчас в главном офисе Герман Хисторики, находимся с вами и здесь я забираю заказы свои, это мои заказы и моих клиентов и еще кое-что, то, что я дополнительно взял, здесь уже видите билборды с International Auctions Герман Хисторика, вот здесь тоже, опять же, есть прям каталоги целые, я, если честно, не осилил бы такое количество каталогов создавать, потому что это, считайте, такая целая книжка раз просто в какое-то время, вот, они их делают, очень тоже здесь вот круто, по головным уборам книга, надо будет ее сейчас посмотреть, и по Великой войне, вон эти газмаски, тоже они выпустили книгу, интересный момент, здесь, конечно, движуха мощная, то есть я смотрю, здесь целое здание вот этому аукциону отведено, и у них здесь просто огромный, просто такой, знаете, как завод сюда приезжают, вещи их фотографируют, смотрят, описывают, потом дальше вот так вот на публикацию отправляют, это очень круто на самом деле, и круто с ними работать, есть моменты, но за счет того, что все-таки там я отмечен у них, то, что вот я делал всякие видео и так далее и тому подобное, у меня есть, ну, грубо говоря, возможность войти туда вот на самый верх сразу же, минуя какие-то моменты, которые не все любят, но, опять же, ребята, все по красоте запаковали, все сделали, сейчас я это все дело буду забирать и вам показывать какие-то из вот этих вот предметов, опять же, здесь, смотрите, сам по себе, ну, здесь пройдемся, сам по себе антураж вообще исторического аукциона, офиса исторического аукциона, то есть, во-первых, здесь он живой, сюда приходит иногда там по 40-50, по 100 человек для того, чтобы участвовать в живых торгах, и плюс еще такой вот получается, как музей, то есть здесь в лобби находится фарфор, в палах здесь мы видим, какой-то размещен, головные уборы присутствуют, различные такие вот сеты, комплекты рыцарские, смотрите, на средневековье, потому что аукционы, собственно, не только пора их уйдут, а на разные периоды, поэтому это тоже такой момент интересный, живопись здесь же присутствует и, вы знаете, в какой-то степени это даже такой вот стимул развиваться дальше и расширять кругозор военного антиквариата и антиквариата в целом, так что очень круто, какие-то штуки там, смотрите, Будды и так далее, все, я сейчас буду грузить багажник своего фокуса вот этими предметами, что-нибудь обязательно вам распакую, покажу в моменте, пока, собственно, еду, и завтра я уже буду на Ротисбонсе, у меня опять получился день, ой, у меня опять получился день антиквара, такой вот весь в дороге, я сегодня преодолел плечо от Франкфурта до Мюнхена, и мне еще от Мюнхена ехать какое-то количество времени, и завтра прям утром, утром, рано с утра у меня запись вот туда вот в Ротисбонсе, потому что там ребята очень коротко работают, и нужно прям утром туда приехать, плюс мне покажут еще небольшую часть коллекции, которую один баварец привез туда моему знакомому тоже, получается, самый юго-восток Германии, привез туда моему знакомому, и можно будет посмотреть, что-то есть вроде как по Первой мировой войне, и что-то по Второй, но там опять же связь только по телефону, не по интернету, у меня даже картинок нет, завтра я это все дело увижу, я прям сейчас доволен, я ехал уже под конец такой, ну не клевал, но такой уже подустал, а когда уже подъехал сюда, увидел вот эти вот логотипы, относящиеся к военной истории, вау, круто, сейчас я увижу все это, на самом деле здесь предметы, которые я покупал еще с апреля, ну апрель, май и начало июня, и вот сейчас вот все тут, блин, руки чешутся, честно говоря, все на этом у меня на сегодня, по военной тематике, исторической и антикварной, доклад окончен, я сейчас еще поеду, как я уже говорил, там несколько часов мне до отеля, и увидимся завтра.